МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра-Алеева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Мой дом, моя крепость, думала жительница Дахадаевского района, отправляясь спать и не подозревая о готовящемся на нее нападении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снести нельзя оставить. Более 400 домов в Дагестане построены с нарушениями нормативов. Высокие требования, низкие зарплаты. Эксперты РИА Рейтинг провели исследование уровня заработка учителей, где Дагестан на последнем месте. В селе Чантаулки Зелюртовского района подросток за рулем сбил троих детей. 14-летний мальчик взял без разрешения взрослых ключи от автомобиля и на одной из проселочных дорог совершил наезд на трех девочек. Двум из них нет и четырех лет, а старше исполнилось 12. В результате ДТП пострадал один ребенок, потерпевшая госпитализирована с тупой травмой брюшной полости. Остальные отделались ссадинами и испугом. По факту собирается материал. В Абдахадаевском районе сотрудники полиции задержали двоих мужчин по подозрению в разбое. Жертвой злоумышленников оказалась жительница села Холобарк, проживающая одна, чьим и воспользовались преступники. Патимат Ханапова разбиралась в подробностях этого дела. Они знали, что женщина проживает в доме одна и хранит крупную сумму денег. Вступили в преступный сговор и совершили разбойное нападение. Находилась дома, лежала на этой кровати. И вдруг слышу, как взламывают дверь. Зашли, повалили меня на пол. Завязали этим одеялом и начали просить деньги и драгоценности, приставив нож к горлу. Потом они полезли сами искать. Все растормошили. Нашли дипломат, разбили его этим ножом и вытащили оттуда сбережения. В общей сложности они завладели суммой в размере более 300 тысяч рублей. Преступниками оказались 32-летний уроженец селения Дуакар и 30-летний уроженец селения Наци. В ходе допроса задержанные полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Я знал, что она пенсию получает, живет одна, детей нету, поэтому зашли к ней. Через двери, двери выломали и зашли к ней. Кто предложил? Идея чая была? Курбана. Когда он вам предложил? Тоначал. Вот такая специальность. Помощник бурильщика, да? А, помощник бурильщика? А, все, понял. Вы ранее судимы? Да. За что? Побои. Когда это было? Точно не искали. 15-16. 15-16 было, да? Да, где-то так, точно. И какое было свречение суд? Условно. Сколько дали? Два, по-моему. Точно подробностям, по-моему. Где это произошло? В Ставропе. Ну, как можно не знать подробностей, по отношению вас, которые приговор вынесли. Потратить аккуратные деньги преступники не успели. Похищенные средства в полном объеме удалось возвратить пострадавшей. В настоящее время решением Кайтакского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под сражу. Стоит отметить, мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Патимат Ханапова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Дахадаевский район, Новости 24. Более 400 домов в Дагестане, построенные с нарушениями нормативов, сообщает Госстроенадзор Республики. Для решения проблемы создана межведомственная комиссия и разработана дорожная карта. Она предусматривает возможность сохранения отдельных построенных объектов. Кроме того, принимаются меры по недопущению подобных фактов в дальнейшем. Пластик налево, бумага направо. В Махачкале активно начали ставить первые на Кавказе контейнеры для раздельного сбора мусора. Насколько необходима махачкалинцам подобная система сортировки, готовы ли они следовать правилам, узнавала наш корреспондент Карина Баталова. Ей слово. Шариковая ручка, туалетная бумага и стекловата. Эти привычные нам предметы когда-то были мусором. Но сознательная активность граждан и прогресс творят чудеса. Теперь махачкалинцам предлагают встать на шаг ближе к европейским стандартам жизни. Отбросы не только необходимо донести до контейнеров, но еще и сортировать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в отдельный пакет ставите? Да, это бумага. Это бумага? Да. Собираем отдельно, да. Раз для нас такие удобства создали, почему бы не поддержать? Хорошо. Это очень хорошо, видите, как частенько, приятно. Еще в конце позапрошлого года президент России подписал закон, закрепляющий в нашей стране раздельный сбор твердых бытовых отходов. В администрации Ленинского района подсуетились. Теперь в Махачкале 14 подобных площадок. Если будем делить сами этот мусор изначально в своих квартирах и раздельно будем складировать, это позволит, я думаю, для регионального оператора снизить цену для сбора и транспортировки мусора. Потому что, когда мы изучаем опыт европейских государств, они именно этим и стимулируют людей, чтобы они раздельно собирали мусор. Это удешевляет, в принципе, само собирание и транспортирование мусора. Вторичной переработкой сейчас занимается частная компания. В будущем в администрации надеются на 8 мусороперерабатывающих заводов, строительство которых предусмотрено Министерством природы и экологии Дагестана по целевой программе. Судить о том, насколько жители близлежащих домов придерживаются правил, очень легко. Достаточно посмотреть в контейнер. Вот здесь, например, должен быть лишь пластик. Смотрим. Действительно, в основном находится пластик. 70% пластиковые бутылки, пакеты и все остальное. Думаю, махачкалинцы уже готовы к подобной инициативе. И все же инициатива с разделением мусора поддерживается не всеми. Негодование горожан вполне объяснимо, ведь найти в Махачкале обычную мусорку сродни прохождению квеста. Приходится ориентироваться по запаху да пакетам, а тут еще и разделять просят. Как мне кажется, новые мусорки, конечно, хорошая инициатива, но в то же время дагестанское общество еще не готово к разделению мусора на группы. Вот как я, хотел выбросить мусорку, не знал, куда иной выбрать, потому что я в первый раз это делал, меня никто этому не учил. Потому что до этого я бросил все просто в общее ведро. А если в школе будут подобные уроки, которые покажут, как это делать? С удовольствием научусь. Как вам подобные контейнеры? Очень удобно, очень хорошо. А вы согласны и в будущем дальше? Конечно, конечно. Вообще очень удобно. В администрации намерены идти дальше и открыть целое производство по созданию этих контейнеров в Махачкале. Ну а насколько подобные действия помогут решить наболевшую для столицы мусорную проблему, покажет время. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. Свыше 30% лифтов в Дагестане требуют срочной замены. Об этом сообщает сайт региональной госжилой инспекции. В ходе проведенного обследования установлено около 600 лифтов с истекшим сроком эксплуатации более 25 лет. Стоит отметить, что в долгосрочную программу капремонта до 2040 года включены 2000 лифтов. Сама стоимость оборудования по разным данным варьируется от 1,5 до 2 миллионов рублей. Дагестан среди регионов самыми низкими зарплатами учителей. Эксперты РИА Рейтинг провели исследование уровня заработка работников сферы образования. Как выяснилось, средняя зарплата дагестанского педагога составляет 15 тысяч рублей. Это самый низкий показатель по России. Недалеко от Дагестана ушли и другие субъекты Северного Кавказа. Так Ингушетия занимает в таблице предпоследнее место. Следом идет Карачаева-Черкесия и Чеченская республика. Здесь представители образования получают на несколько тысяч больше. Самая большая зарплата у московских учителей – 50 тысяч рублей. Столько же получают педагоги с Чукотки и в Ямало-Ненецком автономном округе. Далее обзор кратких новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. Дагестанский журналист Алик Абдулгамитов устроил одиночный пикет на Красной площади. Лозунг власти Дагестана не выполняет поручение президента Российской Федерации, связанное с предпринимателем Шахпазом, который строит школу в Макарамкетском районе на личные средства. Три года назад Владимир Путин поручил властям республики оказать инвестору поддержку, но никто не отреагировал. Более того, под надуманным предлогом правоохранительные органы шьют против предпринимателя уголовное дело. Кроме декларации о частно-государственном партнерстве от чиновников инвестор помощи не получает. А дети пятый год ждут открытия новой школы, заявил журналист Алик Абдулгамитов. В мобильной клавиатуре Gboard, разработанной Google, появились шесть дагестанских языков, среди которых аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лескинский и табасаранский. Благодаря данному обновлению станет возможным виртуальное общение на родном языке. Мобильное приложение Gboard можно скачать в Play Market и в настройках языки добавить клавиатуру на родном языке. Дагестанская лучница Бариат Мирзалива стала трехкратным призером чемпионата России. После триумфа на Кубке России спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата России среди спортсменов-колясочников в городе Олексин. Лучным спортом Мирзалива занимается несколько лет, но уже стала одним из самых успешных спортсменов в Дагестане в этом виде спорта. Госдуме упростили подачу заявлений о назначении выплаты на первого или второго ребенка. По словам замминистра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, законопроект предусматривает выдачу выплат как по месту жительства, так и по месту фактического проживания на территории страны. Граждане обязаны сообщить о своем изменении места жительства в органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения. В наших планах уделить внимание каждому ребенку-сироте в Дагестане. С такой благотворительной целью организация молодежь Хасавертовского района совместно с фондом Инсан регулярно проводит благотворительную акцию на территории рыбного хозяйства Янтарная. Каждую неделю детям показывают, как разводят рыбу, проводят экскурсии по мини-зоопарку. Также им предоставляются игровые мини-площадки. На время всего мероприятия детей развлекают аниматоры, а в конце этой увлекательной программы всех ожидают вкусные угощения. На данный момент акция проводится среди детей-сирот из Хасавертовского и Казбековского районов. В будущем организаторы намерены охватить весь Дагестан. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин